Андрей Андреевич, вот человек задал вопрос, Андрей Андреевич, мне так надоело в моей семье жить, у моей семьи все время претензии ко мне, моя жена мне все время предъявляет претензии, моя теща мне все время предъявляет претензии, моя родная дочь старшая предъявляет мне претензии, мой сын предъявляет ко мне претензии, они меня замучили, я пытаюсь им доказать, что это не так то, что они говорят, но они все равно предъявляют претензии, но мне ничего не остается делать, а их воспитывать. Я ему говорю, вы сейчас что делаете? Он говорит, я говорю, слышали о пословице, яблоня от яблочки, яблочко от яблони недалеко падает. Он говорит, ну я не понимаю вас. Я говорю, ну вот то, что вы сейчас делаете, это называется претензии. То есть вы живете в формате бесконечных претензий. У вас претензии к ним, у них претензии к вам и так далее. Вы представляете, именно, ну он говорит, ну как, если человек, допустим, все время злой, ко мне там плохо относится. Я ему говорю, послушайте, я вообще хочу обратиться к этому миру, если он меня услышит. Я надеюсь, что данное видео когда-нибудь станет, может быть, хоть немножко популярным, и его увидят много людей. Я хочу обратиться и сказать, корень всех видов зла, он связан не с людьми, которые вокруг находятся, вокруг людей, вокруг человека, а находится этот корень зла в самом человеке. И этот корень зла называется злость. И этот корень зла, его необходимо поменять или приключить на состояние доброты или добра. Вот это состояние добра, это состояние, которое может изменить всю жизнь человеку. И это, почему люди злые? Ну вы представляете, у этих людей может быть болезнь, они могут чувствовать себя плохо, у них могут неправильно гормоны работать, у них может быть старость, климакс, у них может быть артрита, который вы не знаете, недосыпание, психические заболевания, страдания и так далее. Они страдают. Вот смотрите, когда человек страдает и ему плохо, разве нужно обижаться на него в этот момент? А там пьяный пришел, ну пьяный пришел, ему плохо, он уже с бодуна, разве нужно его бить при этом? Товарищи, относитесь к людям добрее. Доброта спасет мир. Не любовь спасет мир, не красота. Красота, как говорил в свое время Федор Михайлович Достоевский, он говорил, по-моему, в книге, которая называется «Идиот», он писал о том, что красота спасет мир. Но дело в том, что никто до конца как бы не понял, что он сказал, о какой красоте он вообще сказал. Красота, она нивелировала некую идею Канта, такого немецкого философа, который в свое время написал о том, что красота есть чувственная красота. Я там не помню, насколько это было, насколько это было у него, как-то так, красота есть символ морального добра. Да, вот так Кант сказал в свое время. Если красота есть символ морального добра, то тогда человек должен взрастить в себе вот это моральное добро. А Федор Михайлович в «Идиоте», он как бы перефразировал самого Канта, а Кант тогда был популярен, и он просто перефразировал, сказал, что красота спасет мир, подразумевая слова Канта о том, что прекрасная красота – это символ душевного добра или душевные добродетели, как у Канта было написано. Я не знаю, поищите эту информацию, возможно, я какие-то слова спутал. Просто иногда люди пишут, Андрей Андреевич, вы неточны и так далее. Ну, как я могу быть точным, если такое большое количество вопросов, которые нужно озвучивать? Я же специально к этому особо не готовлюсь.